Иисус Потому что много лет назад, еще в каком-то девяносто втором, я имел привилегию, просто не заслужив ничего, быть увлечен им. Знаете, дорогие Иисус, тот момент, да, мне сейчас уже большой дядя сорок лет, но я помню то время, оно именно сделало меня мною сейчас. И я всегда говорю, больше всего просимого мной, я прошу, чтобы это поколение, оно было просто увлечено Богом, просто вот так. Я даже не знаю, по какой странной причине, это абсолютно не мои заслуги, потому что я точно знаю, что я ничего не достоин, я ничего не искал. Если кто-то мне скажет, что ты делал, да ничего я не делал, я, наверное, делал все наоборот, чтобы его найти. Но по какой-то странной, сумасшедшей, непонятной причине, я был увлечен им. Я был настолько увлечен. Это не просто маленькое увлечение на неделю, как у некоторых людей после инкаунта. Что-то захватило всю мою жизнь. И поверьте, я пытался вырваться, я это точно помню. Я пытался. Я делал все возможное. Бунтовал я. Но я не смог уйти ни разу. Всякий раз, когда я уходил, я чувствовал боль в его сердце. И он говорит, сын, когда я влеку, никто победить не может. Вы знаете, дорогие, что я понял? Что когда Бог что-то делает, победить его никто не может. Пророк Еремя, он говорит, ты влек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня. И я прошу Бога проявить силу в одном. Увлечь меня. Проси Бога, чтобы он увлек тебя. Не важны люди, не важны толпы, не важно, где ты, не важно, кто ты. Это не имеет значения. Важно состояние твоего сердца. Что ты хочешь сейчас. И я помню то время, которое изменило полностью все мое существо. Перестроило мое ДНК. Мой характер. И я понял, что когда он касается, это навсегда. Когда он увлекает это навсегда. Вы знаете, что можно сагитировать людей, идти за Богом. Но это все человеческое увлечение, оно быстро заканчивается. Увлечение проходит, как и все остальное. Но когда я захвачен им, это что-то, это гравитация Бога. Она притягивает все мое существо. И я не могу противостоять этой гравитации. Это притяжение сильнее меня. И сначала я не был доволен, потому что... Я понял, что я не могу этому противостоять. Чуть попозже я понял, что я даже не хочу этому противостоять. И еще попозже я понял, что это вообще огромное привилегия быть захваченным Богом. Не просто прикосновение, не просто молитва, не просто где-то подуло, где-то повлияло. Нет, быть захваченным им, как волна, как течение, против которого ты не можешь плыть. Ты все равно сдашься, и течение победит. И я потом... Сначала я поддался течению, потом я начал противостоять Ему. И в каких-то наших даже сферах, я помню, я даже начал идти против течения. Но очень скоро мои человеческие силенки сдались. И я сказал, а вообще чему я противостою? Что я вообще в этой жизни хочу? И потом я понял, я хочу только Его. Все ответы в Нем. Вся жизнь в Нем. Без Него и деньги не сладкие. Без Него и дом неприятен. Без Него и семья не семья. Без Него ничего. Он ингредиент, без которого ничего в твоей жизни не может быть хорошо. Он ингредиент, который должен добавлен быть везде. Это как пища, которая без соли не имеет смысла. И что бы ты ни ел, оно невкусно. Положи самое лучшее блюдо и выеми все специи, соль из него. Забери все. Оно не имеет никакого смысла. Оно не имеет ничего. Это просто трава. Так и наша жизнь. Он есть та специя, тот ингредиент, который все взрывает, меняет. Я благодарен Ему. Я сейчас благодарен Ему, что без моей какой-то особого движения я был просто, у меня была привилегия быть захваченным им. Я просто сказал, Бог, возьми меня. А Он пришел и взял. Представляете, что произошло? Он пришел и взял. И те, кто были рядом со мной, они тоже в 92-м году говорили, что нас тоже захватил Бог. Но потом, буквально не пройдя и полгода, никого не было рядом. Никого. А я продолжал орать. Я не хотел орать. Оно орало изнутри. Оно кричало где-то из глубины. Я понимал, что что-то в меня вложили, и оно не может остановиться. И даже я не могу это остановить. И потом я понял, что нет ничего лучше быть захваченным Богом. И где бы я ни ездил, это моя единственная молитва. Бог, захвати это поколение. Мне даже не нравится возлагать руки. Я сразу скажу, я не люблю это дело только по одной причине. Потому что ты не выходишь ко мне, чтобы что-то взять у меня. У меня нет ничего. И как на меня никто не возлагал руки, чтобы быть там, где я, так и я умоляю мое поколение понять, что тебе не нужен никто, кроме Него и только Его. Я благодарю Бога за всех учителей, за всю славу, которую Бог выливает. Но это уже должно прилагаться к тому, кто ты уже есть. А это может сделать только Иисус. И поэтому я умоляю вас, дорогая моя семья. Когда вернешься домой, пусть твоя молитва будет только об одном. Бог, захвати меня так, чтобы я не смог противостоять. Захвати меня так, чтобы даже когда я захочу из этого выйти, я не смогу. Я даю тебе право увлечь меня и при всем моем желании, не слушая меня, продолжаю увлекать меня. При всем моем желании выйти, бросить, психануть, обидеться, влеки меня, тяни меня, как Иеремию, который захотел, закрыть рот захотел и не смог, потому что Бога в нем было так много, что гравитация победила. Спасибо Ему за все. Продолжай пропитываться им, продолжай быть в Его элементе, продолжай искать Его. И запомни одно, тебе нужен только Он. Имя. Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, когда мы начнем получать честные ответы, когда мы начнем задавать Богу честные вопросы, а не делать вид, что Бог... Знаете, у христианина жизнь такая, у него жизнь, у христианина, у младенца делится так, жизнь делится на победоносные дни и на хреновые. Хреновых больше. Намного больше, братья и сестры. Кивай, кивай. Мы в одной лодочке плывем. Может, тут сильно свят? Я могу выступить место, вообще-то я... Может, я... Ага, кивай тогда. Смотри, уникально. Это очень, я так скажу, для меня это... Я так скажу, для меня это одна из очень-очень уникальных тем, потому что насчет этой темы никто не хочет говорить честно. Перерыл все. Тем нет насчет этого. Тук-тук. Никто не хочет говорить, что у него есть боль. Нам хочется делать вид, что мы всегда на коне. А проблема не с конем. Вы знаете, когда я вижу людей, наполненных силой, властью, у меня я у Бога задал много лет назад, еще до того, как я церковь... Церковь даже Бог поднял, вот в нашей церкви, да? Я у Бога задавал вопрос. Я говорю, Бог, откуда они черпают силу? Бог говорит, я тебя пока жалею, подрастешь. Я тебе тоже подарю кое-какие бонусы. Потом я подрос и понял, а вон оно откуда. Бог, а может, не надо, а? А он говорит, просящему дай. Ты же просишь призвание. Заметил, сколько бонусов? Сначала не идет призвание, сначала бонусы задвигают. И ты такой думаешь, Бог, я же просил призвание. Он говорит, сынок, это и есть сила для твоего призвания. Вот этот удар, он и должен активировать в тебе льва. Эта боль должна активировать в тебе чувство ревности, силы, крепости, чести. Вы знаете, когда я готовлюл эту серию тем, я не мог обойти эту тему. Невозможно стать чемпионом, если ты не коснешься боли. Боль есть у всех. Ты скажешь, у меня нет. Нет, я скажу так, ты, наверное, еще или не просил призвания, или ты еще слишком зелен. Пристегни ремни. А я не верю, я не верю. Я исповедую, боли нет, боли нет, боли нет. Есть бабло, есть бабло, много бабла, много бабла. Ага. Сейчас. Для простого человека боль противовеса это элемент поражения. И после нескольких ударов и падений этот человек, вот молодой христианин или слабенький, он просто больше не захочет вставать. Ну, кто из нас хочет вставать? Представь, у нас всегда в разуме цель, это пока Дух Святой не пришел. И я вам скажу, дорогие мои, над этой темой, Бог столько работал в моей жизни, столько лет работал. А то я сейчас просто все в один пакет тебе складываю и просто дарю. Над этим столько было выплакано, столько было постов пропущено, сколько было сделано того, чего даже некоторым людям в ум не приходит, чтобы что-то в своей жизни победить. И когда я не победил ничего, не продвинулся ни на секунду, ни на сантиметр, тогда я задал вопрос Богу. Бог, тут что-то не то. По-моему, что-то не то. Потому что, ну как? Ну хоть чуть-чуть. Бог, ну дай. А вы заметили, оттуда какая-то тишина идет насчет этого всегда? Нет, вот вы честные люди, да? Вот вы заметили, вот все, тебе говорится о том, вот ты, знаете, я это называю всегда таким, знаете, таким великим туннелем, знаете, такой непонятки. Вот, знаете, вот ты родился свыше, к тебе подошел пророк, и ты увидел сны, и тебе сказали, сын мой, дочь моя, вижу тебя в славе, в помазании. И ты такой, о-о-о, о-о-о, о, touch me Jesus, touch me, touch me Jesus. И ты такой, знаете, весь такой, весь готовый уже к медалям золотым. Тебя запускают в темный туннель. И начинается побои. Ты по туннелю не идешь, тебя размазывают, как обои. И вы знаете, вот в этом туннеле он темный, там свет, и тут свет. Вроде заходил, было хорошо, и вроде мечта выглядит на той стороне тоже неплохо. Ну вот про туннель, Бог, ты что-то не упомянул. Вы знаете, я заметил, когда я у Бога что-то не, когда я что-то у Бога, вот спрашиваю, и Он не отвечает, для меня это серьезно. Вы знаете, потому что, когда Бог что-то умалчивает, это значит, там что-то плохо будет. Вы знаете, есть пословица, а о плохом, вы знаете, о плохом не говорят. И я так понял, что есть промежуток жизни у меня и у тебя, о котором никто из нас не знает. Промежуточный элемент. Вот выходят евреи, которым насыпали бабла в карманы с Египта, с таким обещанием. Какое обещание? Обещанище. Обетованная земля ваша. Ведра уже припасите для молока. Улики уже начинаете сбивать для меда. Потому что мы идем в землю, где течет молоко и мед, и они, ха-ха-ха-ха, гетреди, гетреди. Обетованную землю, знаете, и приходит эта толпа, не с мечами, не с дубцами, с ведрами. Вы знаете, и когда они высадились на тот остров, когда, помните, Моисей их послал, они взяли ведра, и они пришли, и они такие... Мужики, а вы что, обслуживающий персонал? Мужики, а что вы тут делаете? Что мы делаем? Это наша земля вообще. Бог, почему не все сказал? Ты же сказал, ваша земля. Ты поворачиваешься к нему и говоришь, Бог сказал, наша земля. Он сказал, ну, вали отсюда, ваша земля. Бог, а что это было? Он говорит, ну, сынок, драться надо. Не хочу драться. Знаете, и у нас вот такая с вами жизнь. Мы с вами и хотим вот... Мы не хотим в туннель. Скажу коротко. Мы не хотим в туннель. Мы не хотим в непонимание. Мы подписались, мелкий шрифт не прочитав. Короче, мы... И уже не выйдешь, ты уже в туннеле. Назад не туда, и вперед не туда. Вперед только так. Иди сюда. На, глядь, на метр продвинулся. И ты удивляешься, и говоришь, Бог... И вы знаете, мне нравится, что Бога лжецом нельзя назвать. Потому что Он просто тебе не договорил. Ну, кто из вас, когда Бог говорит, кто из вас, вы знаете, делал проверку, ни один верующий этот вопрос Богу не задал. Когда тебе идет пророчество, и там тебя пророк покует. На, на, и ты такой... О, 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 тачми, Джизос. И там на тебя дуют. Тебя там елее мажут. Кто из вас на секунду остановился? Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, музыку остановите. Все остановите. А что будет? между помазанием и тем никто этого не делал. Ни я, ни ты. Мы с вами помазались и пошли в туннель с радостью. Абвоксиды горит. Никто. Поэтому ты бога лжецом не назовешь. Скажи мне, молоко и мед текли в той земле? Бог просто не сказал, кто молоко. Кому он принадлежит? Он просто не сказал, чьи улики. Мед тек. Тек. Бог мед же. Он говорит, ну я вам сказал, что течет молоко и мед. Вы придете в землю, где течет молоко и мед. Вы пришли в землю? Да. Молоко течет. Течет. Ну, тогда все правда. Я не обманул. Вы знаете, я Богу всегда... Господь, скажи мне, что отдать тебе? Ответ приходит в полсекунды. Сразу. Я знаю, что отдать, кому отдать, где пожертвовать, где благословить. Господь! Через что я прохожу? Чирик, чирик. Чирик, чирик. Бог! Что отдать? Тому иди сюда, делай то. Бог! Освободи меня! Чирик, 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 чирик. «Мне больно!» Бог говорит, «Хорошо, ты мне такой нравишься». Улыбайся, но здесь фундаментальная истина. Научись брать боль и обращать ее в силу. Вы знаете, что Бог ожидал? Бог ожидал то, что было в Давиде. Вы знаете, что та же фраза, которая вышла, Саула стала тяжелее чуть-чуть сзади. Та же самая фраза, которую сказал Голиаф, заставила Саула обделаться. Та же самая фраза, вышедшая от Голиафа, заставила Давида встать и убить его. Кто-то здесь? Ты здесь есть? Одна и та же фраза, один и тот же человек, одна и та же ситуация из одного сделала, а из другого сделала. Объясни мне. И ты говоришь, Бог, это проблема. Тебе эта проблема дана, чтобы стать царем. Тебе на твои пути поставлен этот хулитель, или это больно, чтобы обратить ее в силу. Что ты плачешь? Что ты... Бог, я хочу так просто на всех там махнуть пиджаком, и все лежали. Не хочу я напрягаться. Вот такая жизнь у нас. Нам откуда-то, кто-то, где-то подсознательно вложил, что христианство без боли, христианство без слез, христианство без боя, христианство это сплошное крем-брюле. Сплошная сладкая вата. На-на-на-на-на-на-на. Разных флэйворов. Сегодня клубничная, завтра лимонная. А там вата раздвигается, говорит, так, на, держи. Передача Духа. И знаете, я, когда начал получать, я такой думаю, что-то тут не то. Что я получаю? За что я получаю? А удары идут и идут. И потом я, а-а-а-а. Вытер сопли, заклеил шрамы, свои дырки, добавки. Говорил, камейбой. Вы знаете, я обернул. Некоторые люди смотрят на меня, они говорят, откуда я тебе сейчас раскрываю мой секрет? Откуда? Я черпаю силу именно из боли. Я черпаю оттуда то, что других ложит в моей личной жизни поднимает. Для других они говорят, чё? Они на колени. Он начинает двигаться, он начинает орать, он начинает наворачивать. И он в процессе, не замечая, достигает сердца своей нации, даже не увидя, оборачивается потом назад и говорит, а это чё? Ну, а это люди увидели, пошли. Другими словами, чемпион может обратить боль, падение и ошибки в энергию для победы. Одна и та же вещь, как я сказал, один и тот же Голиаф одних сломает, а других делает крепче. Как отличить новичка от чемпиона? Новичок воюет с тем, что не нужно побеждать. Здесь просто нужно противостоять, противостоять и ещё раз противостоять церковь. В процессе этот человек обламывается, затем на всё плюёт и, обвиняя во всём Бога, отступает. Знаете такие вещи? Сколько я этих вещей слышал и знаю. Сколько людей приходят, каясь, отдавая Богу, и им рассказывают с кафедры иллюзию. Иллюзию. Теперь твоя жизнь будет лучше. Дудки! Кто тебе вообще сказал? Теперь ты будешь богаче. Знаете, когда люди, когда мы ездим, выходит люди, хочется просто подойти к ним и сказать, да, я тебя обниму и поплачем вместе. Потому что ты даже не представляешь, на что ты подписался. Ну, мы же этого не говорим. Мы уже типа как Бог. Приходите, будет лучше. Не знаю, когда передышка будет. Дорогие мои, Бог делает то, что Он делает. Почему это всё допускается, чтобы сделать тебя крепче, сильнее? Скажи мне, ты сильнее, чем был в прошлом году? Сильнее, чем был три года назад? Ты уже выстаиваешь. Ты знаешь, я тебе так скажу, ты даже не заметил, как ты вырос, не просто чуть-чуть, а колоссально вырос. Оборачиваясь назад, ты намного мудрее, крепче, сильнее. Почему? Потому что ты впитываешь, впитываешь и впитываешь. Я умоляю тебя, впитай эту тему. Если ты её впитаешь правильно, в правильном возрасте, ты просто превратишься в льва Божьего. В свою очередь, чемпион, смотри. Чемпион, в свою очередь, проходит тот же самый процесс, но из-за любви к Богу он не может отступить от него. Затем наступает момент, когда он понимает, что если это было бы дано для победы, то победа бы уже пришла давно, церковь. Вы думаете, Богу нравится крутить вот рулетку, крутнём. Победишь, не победишь, ну извини, сегодня ты влип. Приходи завтра, сынок. Шарик. Поведёт на чёрную, ты проблеми. Поведёт на красную, полегчает. На чёрную. Извини, сынок, иди дальше отдыхай. Думаете, что, Бог вот этим занимается, что ли? Вы думаете, Богу нравится видеть, как ты плачешь, издеваться над тобой? Он не издевается над твоим, над тобой. Он ставит твоё я на колени. Ты даже не понял, насколько глубоко то, что я сейчас сказал. Он ставит, плохо не тебе, плохо твоему я, гордости и самолюбию, потому что твоя гордость хочет победить и прицепить себе медаль за победу. И все взрослые сказали, скажи мне. Ага, заулыбались, заулыб... Дошло. Слушай, тест. От победы Богу лучше? У него что там на небе? Салюты пошли. Фейерверки. Бог говорит, сегодня победил. Да там ни холодно, ни жарко от твоих побед или твоих там отжиманий от пола. Скажи мне, от твоих побед кому хорошо? Дьявол. Дьявол вообще здесь ни при чём забыли. Кому хорошо от твоих побед? Твоему я. Yourself. Скажи мне, как ты себя чувствуешь, когда ты победил? Бог. Ты глянь сюда. Прикинь, если тебе так дать побеждать три года. Ты скоро скажешь, Люцифер, строй второй трон. Потому что я иду займять своё место. Улыбаешься, да? Вы знаете, у Бога уже есть вариант совершенства. Он находится в аду. Нет, вы меня не поняли. У Бога есть вариант совершенства. Уже было сотворено то, что не падало, не грешит, сияет, ни одного повреждения. Написано, сотворён совершенным, без единого повреждения. И он стал чем? Самой страшной субстанцией во вселенной. Такие лица, как будто я новость сказал. Да, вы знаете, есть сатана. Есть. нет, серьезно, такие лица, как будто я новость сказал. Поэтому скажи мне от того, когда ты победил день, два, нет, победил не Бог, победил не с помощью Бога, победил ты. Ты напрягся. И у тебя даже, вспомнишь, были такие светлые дни, когда ты напрягся, поднатужился и три дня сидел с запором. Помнишь? А потом всё-таки пукнул. Ну, извини, жизнь такая. Но те три дня, скажи мне, как ты себя чувствовал? Ты чувствовал себя почти как Бог. Хорошо, превознесённо, уже ангелы, ангелы ногти накрасти. Ты уже там принесите ризы. Аура покосилась, поставьте на место. Ага. Послушай, смеёшься, это хорошо, это всё над собой. Вы знаете, потом приходит такое понимание через много лет. Знаете, вот кружение на карусели. Ты знаешь, что такое карусель? Это ты постоянно вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. И ты такой, Бог, по-моему, это карусель не для того, чтобы её вырвать с земли и выкинуть. По-моему, что-то здесь другое. По-моему, здесь мне нужно получить какие-то уроки. И когда я их получу, может уроки и закончатся. Смотри. Затем приходит понимание, что каждый удар, приносящий боль, допущен, чтобы сделать нас сильнее, мудрее и крепче. Запомните, дорогие мои, ваша, моя, наша задача, как церкви, всегда вставать. Ты сегодня не падал? Да нормально, радуйся. Завтра упал три раза? Три раза встал. Твоя позиция не изменилась никогда. Ты здесь? Почему? Потому что две вещи не меняются. Его решение насчет тебя, слушай внимательно, и твое решение насчет него. И это все. Все остальное это духовный джим. Это просто стимул для того, чтобы тебя разбудить к движению. Вы знаете, что Голиаф нужен был, чтобы поднялся Давид? Нету Голиафа, нету и сидел бы там пас своих овец. Нет. Голиаф надо. Поэтому некоторые люди думают, не надо плохое, не надо плохое. Нам нарисовали религиозная мафия, нарисовала картину, что плохое это плохо. Плохое это хорошо. Плохое иногда лучше, чем хорошее. Иногда боль, она выравнивает тебя, исцеляет тебя, приводит твое сердце в порядок, и потом смотришь смиренный, сокрушенный, мудрый. Куда тебе? Скажи мне, что тебя привело к этим позициям? О-о-о-о. Лотерея на 30 миллионов? Чтобы было сокрушенное сердце, его надо сокрушить. Чтобы было смиренное сердце, его надо смирить. Поэтому, дорогой, наслаждайся процессом. Вы знаете, сначала первые 10 метров туннеля это был ад. Потом середина туннеля, ну, я уже как бы втянулся. Ну, уже к синякам привык, знаете. А вы знаете, а в конце туннеля я такой, слушайте, мне уже нравится, выходить отсюда не хочу. Я уже там поднакачался, уже знаю, где он привык, где. Знаете, уже нормально, уже неплохо себя чувствую, уже как бы подтянулся. Вы знаете, я даже не знаю, что будет со мной, если в мою жизнь не будет приходить давление, боль, атаки. я так уже сижу, я говорю, господь, уже как-то скучно, наверное, будет. Знаете, иногда месяц ничего не происходит, давления нет, ты как-то так заскучал. Здесь есть взрослые люди? А потом смотришь, такой тубайфор идет и прям по зубам. И ты такой, вау! И понеслась. Я хочу научить тебя не бояться битвы, а наслаждаться во время бури. Когда дьявол увидит, что поднялось поколение, которого сколько бьешь, оно назад возвращает с лихвой. Ты им даешь, а назад дается еще больше. Да у дьявола пропадет охота тебя бить. Потому что, когда он тебя ударил, ты говоришь, о, теперь я знаю, где ты. Иди сюда. Сатана, я тебе говорю, ну не высунулся бы, сейчас бы не получил бы. Вы думаете, дьявол наша проблема? Дьявол это мелкая сошка. Проблема это ты. И когда ты поймешь, как расположить себя по отношению боли и битвы, дьявол потом еще раз локти свои кусать будет, что вообще даже затащил тебя сюда. Он скажет, с другими попроще было. Лежат в углу, скулят 30 лет, просят освобождения, а этот, гля, назад дает. Еще и улыбается с выбитыми зубами. Наслаждайся битвой. Употреби ее в свою наживу, навар. Это твой приоритет, битва. Бог работает намного, вы знаете, Бог работает над чем-то намного важнее, чем твое собственное чувство удовлетворения от собственных побед. Я еще раз повторю для тех, кто глянул на часы. Бог работает намного, над намного серьезней вещью, чем твое самоудовлетворение от собственных побед. Бога это не волнует, его волнует твое сердце. Его волнует твоя позиция, что ты почерпнул из этой боли сегодня, как ты расположил себя, как ты сказал, будешь теперь жить, что ты, какое решение ты принял на этой позиции. Вот что Бога интересует. А у нас с вами, в общем, мы такие недалекие, говорю, мне надо победить, мне надо победить. Да не победи, качаться надо, качаться. Люди с сильным сердцем намного чаще становятся чемпионами, чем люди с сильными мышцами. Еще раз повторю, люди с сильным сердцем намного чаще становятся чемпионами, чем люди с сильными мышцами. Мышцы можно накачать, а вот накачай ты сердечко родной мой. Это требует кропотливой работы. В моей личной жизни некоторые вещи были Богом допущены, чтобы сломать мое я. Я всегда знал, что я человек, чтобы я всегда знал, что я человек, чтобы я был всегда мягкий, гибкий и послушный, как глина в руках горшечника. Я должен быть мягким. Дорогие, запомните, ломается то, что не сгибается. Запиши это, пригодится. Я выстою. Выстоял? Ломается то, что не сгибается. Поддайся процессу. Пройди цикл. Скажи ему, Бог, что я должен вынять из этого? Я знаю, что по отношению к тебе мое решение не изменилось. Ты мой царь. Неважно, ошибался я, не ошибался, болел я, не болел, или вообще не болит уже пять лет, не имеет никакого значения. Мое решение не меняется. Твое решение по отношению ко мне вообще никогда не менялось. Поэтому я просто хочу тебе объяснить, Дух Святой. Я душу уже выгнал за дверь, она уже не решает ничего. Скулит там. Что ты, Бог, хочешь достигнуть? Вы знаете, когда мне Бог начал открывать вот эти вещи, я был шокирован, что Он строит мое сердце. Он тренирует мое сердце. Другими словами, Бог вырабатывает в нас правильный баланс, чтобы достигнуть великих вещей, но при этом, чтобы мы имели смиренное, сокрушенное сердце и абсолютное понимание, что все это мы не достигли без Бога. Скажи мне, 99 вещей, которые были просто, вылетели из твоей жизни, ты напрягался сильно над ним? Или это было просто твое решение? отдать свою жизнь Богу. Как только ты отдал большинство вещей или ушли сразу, или ушли постепенно, но ты обернулся и ты такой, слушай, не матерюсь, не ворую, не курю, не хочу уже залезть в кому-то, в кровать. Ты сидишь уже и пересчитываешь, говоришь, вау, Бог, я раньше без этого жить не мог. Я даже не напрягся. Дорогие мои, вы думаете, что Бог что-то запамятовал? Послушай, ты думаешь, что Он тебе даст достигнуть что-то без Него? Ты не сможешь ни одной вещи в своей жизни описать и сказать, этого сделал, это сделал я. Ни одной. Ни одной. Ну а как ты хочешь эту одну победить? Скажи мне, скажи, как хочется. А Бог говорит, без меня ничего не можете делать. Вы знаете, что я сначала думал, что это, знаете, это какое-то такое откровение для зелени. Без меня не можете делать ничего? И я, знаете, знаете, где-то в подсознании, ну я же могу. Вы знаете, после уникальных обстоятельств я выползаю из туннеля. Говорю, папа, я не то, что без тебя ничего не могу. Я без тебя ничего не хочу. Ты здесь? Я вообще без тебя ничего видеть не хочу. Все ты, все тобой и все возвращается к тебе. Я просто включен в процесс. Это все равно, что я в автобусе еду в Сиэтл. Я просто тебе говорю, поедем? Ты говоришь, окей, ты залез, и мы поехали. Другими словами, ты ничего не сделал, ты просто проедешься со мной. И где мы там будем останавливаться? Кушать. Колесо пробьем. Ты будешь со мной в процессе. Ты понимаешь, Джиман? В процессе. За рулем папа, запомни это. Небесный Отец желает дать тебе очень много, но при этом он не хочет потерять тебя. Некоторые вещи допускаются именно для того, чтобы поставить наше Я на колени. Вы знаете, что я заметил? Я заметил ровно так же, когда, знаете, родился свыше в 92-м году, познал Бога по-настоящему, до этого все было, знаете, вот эта вот игра в религию, там и отче наш знал, и типа там за пищу молил. Вы знаете, и знаете, что я заметил будучи младенцем, что моя оскверненная совесть, мое Я, оно присоединяется. Вы знаете, что мое Я, оно не просто не падает и не сдается. Окей, все, ты выиграл, христианин. Я, знаете, вот эта вот, вот эта совесть, она тварюка, она говорит, о, ты христианин? Я буду вместе с тобой христианить. Нет, ты сейчас поймешь, о чем я говорю. И твоя совесть, она теперь тебе, знаете, вот оскверненная совесть, теперь заставляет тебя читать Библию. Теперь ты не можешь выйти из дома, чтобы не помолиться. Забыл помолиться перед работой, Господи, Боже мой! Сейчас головой ничего в порядке? Там яйцо сварил, съел. Господи, не помолился, о, прости меня! И совесть такая, ну, че, яйцеед. Попал. И ты, господи, пока переварилась, благослови пищу. Послушай, ты знаешь, что молиться тебя заставляет оскверненная совесть? Читать Библию тебя заставляет оскверненная совесть. Знаете, что я наберу смелость и иногда скажу то, что не говорил ни один пастор. Не читайте Библию и не молитесь. Сейчас, пусть это сейчас впитается в твой плоский ум, в религиозную трясину. Не читайте Библию и не молитесь, потому что, когда Бог хочет, чтобы ты начал молиться, ты не сможешь не молиться. Ты будешь за рулем весь день молиться. И потом скажут, Бог, слушай, и перерыва даже не надо было. Когда Бог заходит, чтобы ты читал Библию, ты думаешь, Ему нужна помощь твоей плоти? Помощь твоей грязной совести, которая раньше тебе заставляла делать одно, а сейчас она вместе с тобой родилась свыше. И теперь она говорит, и знаете, как обычно себя чувствуют младенцы-христиане? Они открывают Библию, он прочитал две главы, и он весь день ходит, как будто подвиг совершил. Две. Сегодня было две. А ты сколько? Знаете, обычно эти люди, первое, что они говорят, а сколько ты Библию читаешь? Да ты сам ее только два раза прочитал. Победитель. Смотришь, думаешь, тебе плохо. Ты здесь? Ты знаешь, кто хочет все вот это победить? Не Бог. Потому что всемогущий может все. Он хочет на этой вещи показать тебе, что даже это хочет твоя оскверненная совесть сделать. чтобы, угадай, кому ты медаль повесишь после своей тотальной победы? Богу? Дудки тебе Бог, а это сделал я. Да, это Бог. Это я! Напрягался я! В посте был неделю я! Библию я читал, Бог! Это, в принципе, мы с вами так в подсознании думаем. Гля, за пищу помолился, отче наш без ошибки рассказал, две главы в день прочитал, гля, как себя чувствуешь, как на небе, как настоящий верующий. Ты позорище. Вы знаете, когда я прошел через весь этот процесс вот этой религиозной вони, и потом мне Бог все это открыл, кто меня заставляет это делать? Я каялся за то, что я молился и Библию читал. О, такого ты еще не слышал. Эти слова не сходятся вместе ни в одной голове, ни в одном лексиконе. Но поверь мне, я другого калибра человек. И я каялся, потому что, когда я читал, я это читал не для того, чтобы получить откровение, или я любил Бога, или я не мог жить без Его слова. Я просто затыкал рот своей грязной совести, такой же, которая раньше меня подпитывала на другие подвиги. потом, когда я эту тварь сказал так, все это не имеет права доступа, я просто сказал. Вы знаете, что мне Дух Святого сказал? Он мне сказал, сынок, кушают тогда, когда есть аппетит. Вы даже не поняли. Бог создал человека так, что он будет делать все, чему пришло время на данный момент. Скажи мне, когда придет время покушать, сколько ты сможешь не кушать? Так вот, когда ты рождаешься свыше, ты долго не сможешь не молиться. Молитва, это не вот это, что тебе там рассказали. Драгоценный Отец Небесный, я складываю ручки, чтобы все вокруг меня сейчас посмотрели, какой я святой. Подбородочек поднимаю и молюсь голосом выше, чтобы все присутствующие в этом зале слышали, мое святое молебное. Что, кого-то напомнил, да? Наверное, вас. Благодари Бога, что ты уже не в этом спектакле с этими клоунами. О, слава Богу, Богу, слава. Скажем, аминь, братья и сестры. Аминь, аминь. Сейчас можно аминь сказать, не переживай. Дорогие мои, я один прекрасный момент, я устал от этого, все вот этого, все вот это вот поношение на имя Бога. Поношение на любовь. Я не делаю вид перед всеми, что я люблю мою жену. Знаете, сейчас подойду, буду убежден во всем, что все на меня смотрят, и потом обниму ее, поцелую ее, возьму поцелую ей ручку. Фу! Это надо делать, когда никто не видит это настоящая любовь. Так вот, это твоя совесть, вот это твоя, твоя, вот это вот, я так скажу, грязная натура, она все это делает, чтобы твое я, твоя гордость питалась. Библию я читал, сегодня я молился, сегодня еще заставил пару коллег молиться, аллилуйя, награда мне, Бог велика. Фу! Поэтому я сейчас и здесь стою, потому что мне это христианство достало до кошмара, потому что везде, где не смотрю, ложь, фальшь, подделка, спектакль. Я хочу реальности, я хочу дышать свежим воздухом, церковь, я хочу говорить тебе правду и назад в свой адрес слышать правду. Умоляю, давайте жить честно, Бог, давайте скажу, самое огромное откровение, Бог и так все видит. Гля, у некоторых глаза открылись. Когда что-то делаешь, смотришь туда, не забудешь и туда посмотреть. Там камера все пишет. Ага, ну да, мы же Бога не имеем в виду, потому что мы его не знаем, мы плевали на Бога. Поэтому нам надо всегда посмотреть по сторонам. Братья вокруг есть, святые, нет? Все. Идем совершать подвиги, аллилуйя. Некоторые вещи допускаются именно для того, чтобы поставить наше я на колени. Очень часто победы, хочешь ты или нет, победы жаждет твое я и твоя неисцеленная совесть. Это то же самое, как я только что пример с Библии рассказал, тебя это заставляет не Бог. Запомните одно, Бог никогда никого ничего делать не заставляет. Если внутри тебя даже есть маленький голосок, который заставляет тебя что-то делать, это не Бог. Нет, некоторым нужно вообще переосмотреть свое христианство, прямо сейчас. Так, а что это мне 30 лет все говорило раньше? Не Бог. Вы знаете, что Бог ищет невесту, которая будет любить его, потому что она его хочет любить, а не потому, что он ей сказал любить. Понятно, тварь? Это у некоторых церквях такая невеста, она вся люблю, а то убьешь. Бог пришел на эту землю Протянуть тебе свои руки И сказать, сынок, доченька, я люблю тебя Возлюбишь ли ты меня Без напряга, без заставления Я просто протягиваю тебе руку Хочешь любить, люби, не хочешь любить Бог вообще не пришел сюда судить никого Иисус говорит, я пришел вам помочь Я пришел вам открыться А наше христианство, знаете, из каких слов состоит Ты должен Тебе нужно Ты должен это достичь Ты должен это сделать И ты сидишь В церкви и знаешь, что ты Что-то ты должен, и ты еще что-то не сделал Это, кстати, глубина Вот если ты находишься в полознице, где ты то, что тот должен Отрекись от этого Ты ничего никому не должен Сиди спокойно Дыши ровно Ты находишься в объятиях папы, он любит тебя Люби его назад Иди по пути жизни Тренируйся, учись Встал, упал, встань Упал, встань Не имеет значения Никого, трусился Я сказал, я не понял, что я сегодня пять раз упал Что за дела были Иди дальше Я знаю людей, которые становились чемпионами После самых огромных поражений в их жизни Я буду заканчивать Пару фразы Самые тяжелые периоды человечества Всегда рождались самых великих чемпионов на земле Дорогие мои, кто из вас изучал Историю нашей земли Историю человечества Самые мощные чемпионы Поднимались во время самых кошмарных периодов времени Кто помнит время гладиаторов Помните? Спартака Вы знаете, что это настоящая история? Это история Поднялся такой человек, которого боя... О! Давайте я не буду идти туда Почему поднялась эта личность? Потому что в жизни было столько боли Столько крови Столько смерти Что именно из этого всего ингредиента Родился кто-то, которого никто забыть не может Дорогие мои, давайте употребим Все, что происходит в нашей жизни Назад вернем в Царство Божье С наваром душ Идет удар Ты говоришь Так, дьявол, держись Твое царство будет лишено еще нескольких людей Всякий твой удар, сатана Я обещаю тебе Я буду возвращать назад вдвое Теперь я не буду сюсюкаться в углу и плакать И опять просить то, чего не придет в мою жизнь Я беру эту боль И оборачиваю ее в бонус для меня В приоритет и в силу для движения Я видел девушку Я знаю одну девушку Которую когда-то изнасиловали Она не села и сказала Ну все, у меня жизни больше нет Кому я такая нужна? Она взяла это Вернула, обернула в силу И у нее теперь сейчас есть серьезное национальное служение в Америке Она служит девушкам, которые были в такой же самой проблеме Другими словами Она свою боль обернула в такой бонус В такой мощный навар В такую силу Сколько много женщин, которые были в такой же проблеме Изнасилованы, избиты Они познали Иисуса Христа Поднялись, встали И потом ты мне расскажи Это было плохо с ней Или это Бог допустил, чтобы спасти потом тысячи Гля, тишина Никто не может принять, что Бог это допускает Никто Голова куда угодно идет Только не сюда Да Библия говорит, разве нам принимать только доброе Умерли сыновья Дочеря все вырезаны были И Библия говорит, что это все разрешил сделать Кто? Бог Да дыши ровно Они просто были быстро с папой Знаете, почему у нас с вами такая проблема? Потому что для нас до сих пор Это жизнь И вот это тело Для нас это жизнь И вот это тело Поэтому мы так сильно Мы так сильно Принимаем это все всерьез И так сильно не хотим С вот этим всем расставаться Это не жизнь И смерть физическая Библия это смертью не называет Библия это называет переходом Библия называет настоящей смертью Смерть вторая Когда все будет ввергаться в озеро огненное. Вот ты туда попасть не хочешь, я тебе гарантирую. Вот там настоящие проблемы будут. Каждый раз, когда ты встаешь после ошибок или падений, ты становишься сильнее. Дорогие, подъем это противостояние. Противостояние это подъем. Другими словами, удар, я поднимаюсь, и меня видит весь ад. Сбить с ног ты меня собьешь, но лежать я не буду ни одной минуты. Кто-то слышит меня здесь? Ты меня можешь, дьявол, десять раз в день сбить, но в конце дня ты увидишь меня опять на ногах, слабящим Бога. Давайте мы поднимемся. Просто скажи ему, скажи, отец, я оборачиваю, боль противовеса в силу для движения. Просто говори это внутри. Просто скажи, отец, я жажду видеть тебя. Я благодарю тебя за все, чему ты допустил быть в моей жизни, и поблагодари его по-настоящему, потому что только попадя туда, к нему ты поймешь, что это было. я благодарю Бога за каждую рану, за каждую слезу, за каждый удар, за каждую боль, потому что это делает меня сильнее, мудрее и крепче. И с каждым годом я становлюсь сильнее, помазаннее и больше. И при всем этом, семья, я не теряю моего сердца, сокрушенного и смиренного перед Богом сердцем. Да! Мое служение влияет на тысячи, но я знаю, кто я. И мое сердце в смирении, мое сердце на коленях перед Богом, потому что у меня огромный противовес. Я хожу с болью. И благодарю Бога за это. Стань крепким, перестань рисовать со своей жизни и ждать сказку, которой нет. Перестань искать чего-то, чего никогда нет и ни у кого не было. Научись оборачивать боль в силу. Перестань оборачивать боль в депрессию и в поражение. Я благодарю Тебя, Иисус. И я верю, что здесь есть те, нас смотрят те, кому это реально необходимо. Я абсолютно понимаю, Небесный Папа, что эта тема не для всех. Нужно прожить кое-что, нужно пройти, где-то нужно не просто выстоять, а хорошо проваляться в этом туннеле, чтобы только услышать эти слова. Но я прошу Тебя, Отец, подними поколение чемпионов, восстанови ДНК чемпионов. Я благодарю Тебя, Бог. Мы с каждым годом становимся крепче, сильнее, мудрее. Спасибо Тебе, любимый. Амин. Воздаему славу, семья воздаема. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok